Взрослые, что вы уже должны уметь, но не умеете? Уметь красиво расписываться. Не знаю кто как, но я до сих пор пишу свое имя как 4-летний ребенок. Моя подпись это просто куча линий. Я никогда не ставлю одинаковую подпись дважды. А я просто добавляю к своему имени большую завитушку в конце. Выглядит так, будто я знаю, что делаю, хотя на самом деле это не так. Однажды мне нужно было подписать 20-страничный контракт с моим банком. Подпись нужно было поставить на каждом листе. Работница банка посмотрела на контракт и любезно напечатала мне еще 5 или 6 страниц, чтобы я сделала такую же подпись, как на остальных. Не прокрастинировать. О, это про меня. Тайм, мать его, менеджмент. Моя ленивая задница постоянно наступает на одни и те же грабли, но ожидает новых результатов. Господи ты боже мой, мне 39 лет. Мне нужно собраться и перестать откладывать все на потом. Пойду-ка я лучше вернусь к работе. Вот классная статья про прокрастинацию. Она открыла мне глаза. В этой статье на самом деле есть много полезной информации. В целом прокрастинация является эмоциональным ответом на то, что мы боимся последствий задачи. Потом из-за откладывания дела мы чувствуем себя плохо, и наш мозг побуждает нас заняться чем-то другим. Чтобы почувствовать облегчение. Как это преодолеть? Ты не можешь игнорировать эмоции, которые заставляют тебя прокрастинировать. Нет достаточной информации о том, как справиться с вашими эмоциями. Однако в этой статье рекомендуют развивать в себе осознанность. Это трудно понять, если вы совсем не разбираетесь в этом. Но ключ к успеху лежит в медитации. Когда придет время заняться вашими делами, перестаньте смотреть на общую картину и сосредоточьтесь на небольших задачах. Содержать спальню в чистоте. Когда я был мелким, я думал, что у взрослых спальня становится чистой магическим образом. К сожалению, это не так. Спальню приходится убирать даже когда тебе 33. Ты вообще уборка в целом. В моем доме беспорядок, и у меня с ним вечная битва. У меня не свалка, конечно, но мне еще далеко до стандартов моей мамы. Спальню приходится убирать даже когда тебе 33. Ты ничего не должен. Да, не должен, но с таким отношением я догатился до такого. Каждый раз, когда я прикусываю свой язык или щеку, я понимаю, что до сих пор не научился жевать, несмотря на то, что занимаюсь этим каждый день на протяжении десятилетий. Если тебе от этого полегчает, то подумай о том, что только на этой неделе ты жевал тысячи раз. Одно откусывание стейка состоит из нескольких жеваний, а кусать стейк нужно много раз. И теперь взгляни на это не так, что ты не научился жевать, а так, что ты терпишь неудачу один раз из тысячи. Это очень хороший результат. Принимать комплименты. Мне всегда неловко на них отвечать. Это же просто. Каждый раз веселым тоном отвечаешь спасибо. Используй мой метод и не зацикливайся на этом. Также старайся не отвечать самоуничижительными репликами. Если часто так делать, то люди начинают за тебя реально переживать. Блин, самоуничижение это реальная проблема. Мне нравится твоя прическа. Спасибо, жаль, что мои волосы редеют и никогда не выглядят как надо. Мне кажется, я отвечаю так, потому что хочу остановить агрессивный поток комплиментов. Выглядит это так. Твоя прическа сегодня отлично выглядит. Спасибо. Ты сделал с ней что-то новое? Она реально круто выглядит. Нет, я просто постригся неделю назад. Выглядит отпадно. Спасибо. У тебя должно быть отличный стилист. Да просто обыкновенный стилист. Блин, ну прическа обалденная. Иногда это заходит еще дальше. Поэтому я стал применять тактику ответных комплиментов. У тебя сегодня охрененная прическа. Спасибо. Ты сделал с ней что-то новое? Она реально крутая? Нет, но мне очень приятно слышать это от такого стильного чела, как ты. Если спасибо не работает, то ответный комплимент затыкает их в 100% случаев. Они. Мне нравится твой прикид. Ты выглядишь супер мило. Я. Да. Когда надуваю воздушный шар, понятия не имею, как его завязывать. Я даже понятия не имею, как их надувать. Ты умеешь дуть? Сон. Сон ужасен, потому что он так прекрасен, как метамфетамин. Дети, не употребляйте сон. Я слышал, что мет может уберечь тебя от сна. И поможет сделать уборку в доме. У меня тоже были проблемы со сном. Вот что я понял. Шаг первый. Мелатонин. Нет ничего постыдного в том, что вам нужна небольшая помощь для засыпания. Мелатонин является эндогенным химическим веществом, выделяемым шишковидной железой. Когда наступает темнота, это вещество вырабатывается в вашем теле естественным образом. Если только вы не один из многих людей с расстройством сна. Если есть проблемы с мелатонином, то вам помогут чьи Sleepy Time. Да, они прям так и называются и продаются в любом продуктовом магазине. Второй шаг. Спите всегда в одном месте. Не засыпайте со включенным телевизором. Так вы нарушаете фазу быстрого сна. Третий шаг. Выключите весь свет. Исследования показывают, что даже эта крохотная мерцающая LED-лампочка от вашего заряжающегося телефона влияет на сон. Заклейте этот огонек черной изолентой. Четвертый шаг. Незадолго до сна примите горячий душ. Повышение артериального давления с последующим падением поможет вам быстрее заснуть. Также можно попробовать утомить себя физическими упражнениями. Если вы совсем ленивый, подрочите. Пятый шаг. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время. Тут-то мелатонина вступает в игру. Вы должны отрегулировать свой цикл сна. Это не случится мгновенно. Но если вы сконцентрируетесь на этом, то в итоге сможете хорошо спать. Питаться здоровой пищей. Начни встречаться с человеком, который повернут на здоровой еде. Это очень поможет. Бонус. Иногда он будет ходить с тобой на свидание. Писать от руки. Мой почерк только ухудшается, а не улучшается. Я достиг пика в четвертом классе. Мне 36 лет. Не умею свистеть. Я научился свистеть чисто случайно в 20 лет, когда я отчаянно и безысходно пытался свистеть под музыку. Было около двух часов ночи. Я выбежал на улицу. Дождался прохожих, посвистел им и забежал назад домой. Базовая математика. Ты думаешь, что ты знаешь основу математики, пока не начинаешь считать на пальцах, играя в ДНД. Я делаю точно так же, и многие мои друзья тоже. Я играю в ДНД с технарями, мне неловко, и поэтому я прячу пальцы под столом. Твои друзья-технари тоже плохи в математике. Чем дальше ты продвигаешься в математике, тем сложнее тебе даются основы. Если бы я продвинулся дальше дифференциальных уравнений, то боюсь, что забыл бы алгебру. Если тебя это успокоит, то знай. Мои профессора на уроках высшей математики настаивают на том, чтобы мы пользовались калькуляторами при решении простейших примеров. Для того, чтобы мы не сделали ошибок, которые затруднят нам решение всей задачи. Не беспокоиться о том, что думают о тебе глупые люди. Я получаю очень много невежественных комментариев, но никогда на них не отвечаю, потому что считаю, что это пустая трата времени. Но я все равно думаю о них. Всегда. На прошлых выходных моя подруга на фейсбуке написала дико тупой пост. Я думал о нем всю дорогу и даже мысленно спорил с ней, принимая душ. Вот как раз из-за такой ерунды у меня и у многих других людей проблемы со сном. Обнять или пожать руку? Обновлено. Интересно, как экстравертность или интровертность коррелируют с выбором. А еще, если ты правильно угадал, что нужно было обняться, потом они могут попытаться поцеловать тебя в щеку, и у тебя останутся лишь доли секунды на то, чтобы понять, какую щеку нужно подставить. Всегда подставляй правую. Я раньше жил в стране, где было принято целоваться в обе щеки, и никогда не понимал одной вещи. Нужно целовать воздух возле щеки или саму щеку? Ну, я обычно дотрагиваю щекой до их щеки и целую воздух, а щеку целую только тогда, когда хорошо знаю человека. Насколько хорошо нужно знать человека, чтобы засунуть свой язык ему в ухо? Заводить друзей. Но самое главное поддерживать дружбу. Эти способности куда-то пропали. Интересно, почему? По теории привязанности я избегающая личность. Может быть поэтому? Звонить в компании, которые присылают мне счета. Телефон, электричество, интернет и так далее. И узнавать, почему поднялись цены или появились дополнительные расходы. В принципе, это означает, что у меня проблемы с конфронтацией. Я лучше все заплачу, чем буду ввязываться в конфликт и искать решение. Даже тогда, когда у меня на это есть полное право. Мои налоги. Мне 32. И моя жена все еще настаивает на том, чтобы я сам считал их и платил. Даже если я пытаюсь их подсчитать, она все равно все переделывает, чтобы все было идеально. Не беспокойся, я уверен, что она не отмывает деньги незаметно через тебя. Я уверен, что нет вероятности того, что тебе прилетит обвинение в неуплате налогов или что-то подобное. Мне 44 года. Меня когда-то научили неправильно завязывать шнурки. Моя обувь постоянно развязывается. Чтобы этого не происходило, мне нужно намеренно заставлять себя завязывать ее как надо. Мне 22. И я все еще завязываю шнурки бантиком, как научили меня в детском саду. Вставать с кровати при первом же сигнале будильника. Мне приходится ставить будильник подальше от себя, чтобы мне пришлось встать, дойти до него и выключить. Иначе я буду нажимать отложить еще раз 20. Общаться с противоположным полом. Раньше это был провал в 90% случаев. Теперь 50 на 50, так что мне еще учиться и учиться. Я либо веду себя как нормальный человек, либо как пародия на себя. Ничего промежуточного. Также я не освоил базовую многозадачность. Например, ехать за рулем и одновременно разговаривать по телефону или с пассажиром. Мой мозг просто замирает и переключается на самую важную задачу. Вождение. И я лишь изредка киваю головой, чтобы показать человеку, что я якобы слушаю его. Завязывать галстук. Пришел сюда, чтобы сказать то же самое. Мне 43 и я все еще смотрю, как это делается в гугле на ютубе. Может быть это потому, что мне нужно завязывать галстук максимум раза два за год. Но все же. Играть на гитаре. Она лежит у меня в комнате уже почти 10 лет. Но я так и не научился бренчать на ней даже самые базовые песни. Моего запала, из-за которого я вообще ее купил, хватило примерно на 48 часов. Потом я сдался. Хотя так или иначе она офигенно вписывается в интерьер моей комнаты. Чувак, выучи три аккорда и сможешь зарабатывать этим деньги. И найти себе телку на одну ночь. И рассказывать людям всякие клевые байки. Серьезно, всего три аккорда. Возьми да выучи. G, C и D. Справляться с месячными. Они со мной уже 15 лет. По 5 дней в месяц. 12 месяцев в году. Это около 900 дней ощущений, что кто-то пробивает пенальти по твоей матке. Мне казалось, что со временем я буду легче переносить их. Но нет. А еще бесит, что во второй половине каждого месяца невозможно предсказать, можно мне надеть свои клевые штаны или нет. И прощай, секси-белиишка. Мне тебя будет не хватать. Пищевая пленка. Я так и не научился правильно пользоваться этой хренью. Пищевая пленка это самая злая шутка капитализма. Они создали товар, который нужен всем, которым никто не умеет правильно пользоваться, и который будут покупать всегда. Гениально. Общаться с людьми. Любыми людьми. Мне это с годами дается все сложнее и сложнее. Когда я учился в старшей школе, я обожал знакомиться с новыми людьми. Сейчас, в 30 лет, это меня пугает. Это так знакомо. По какой-то причине мне всегда казалось, что с годами я стану более харизматичным. Большое спасибо за просмотр. А в комментариях, взрослые, вы можете написать, что вы уже должны уметь, но не умеете. Плюс предлагаю посмотреть выпуск, что девушки считают себе непривлекательным, но парням это нравится. И что парням не нравится в девушках.